Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем лето в парке, в этот раз у нас концерт поэзии. И прямо из гостевого дома музея Черномыргана в Черном отроге для вас будут выступать сейчас участники литературной резиденции Ассоциации писателей и издателей. И первой на эту сцену я приглашаю Жорнякову Анастасию Неговаевну. Встречайте! Всем привет! Добрый вечер! Мне выпала сегодня честь открывать этот концерт. Ну, много рассказывать о себе не буду, наверное, лучше просто почитаю стихи. Первое произведение называется «Звезды над городом». Ночь опять изрешетила небо маленькими дырочками звезд. Мне тепло не выданно, как хлеба. Мне тепло не велено, как хвост. Через синь просклаживают белым и великим, чтоб колоть, колоть. Ночь в окне доводит до расстрела душу замурованную в плоть. Звезды не стреляют холостыми, каждая никак не больше помнит. Звонки ими во всея не стынет. Что же вы в глазах не заблевали? Я же ведь живая, я другое. Или вы решили мне на зло отобрать последнее? Живое, крошечное в сущности тепло. В вашу силу так легко поверить. Вас все больше на меня дно. Тучи раскрываются, как двери. Небо набирает глубину. Мироздание осуждать не вправе. Че тошной душой наперевес? Что смогла бы противопоставить я в ответ величию небес? Тучи молчаливо усмахнулись. Небо поглощает глубину. Каждая звезда не больше застрелится. Хватит и одной. Я как на ладони. Льют мне в душу боль, как ледяное молоко. Только город. Теплый, он живущий. Город свой. Ему не глубоко. Выписан строительный регламент. Детище одной из многих стран. Сдрогнеты квадратными углами. Спорят геометрию пространств. Вызрит под звездами всей мощи. Сто кирпичных водовых колец. Город в землю накрепко пророщен. Город живет в биенем сердце. Только он. Сравняться с небом в силах. Холода домашнего в пыль. Прилечая хилых и унылых. Притупляя звездные шипы. Город. Миллион сердец в квартирах. Все они скучат за для меня. Потому мне быть мишенью тира. Целей для открытого огня. Город гложет дырами пустыми. В многих окон. Равно мне чужих. Звезды не стреляют. Колостыми белыми колки ими в них. Ода молчания. Мы молчим. Так молчат на могилах. Раскаяны. Словно. Говорила тебе о звезде своего небосклона. Говорила про то, как надежда с отчаянием спорит. Мы, как те корабли, что остались без выхода в море. Говорила про то, как царапало воздух руками. Мы, как те великаны, несущие ногу руками. Мы стремились гореть. Мы боялись остаться медленными. Мы светились, как жалкие свечи во мраке вселенной. Мы рвались в чемпионы. Мы рвали последние жилы. Только так удавалось нам михно почувствовать живы. И когда до победы опять оставалось немного, мы валились без сил. Мы проклиная и небо, и Бога. Ненавидели сами себя. Набивались на жалость. Раздражали Богом. А не менее нас поражало. И бессильное встать. Небосклон принимая плечами. Мы учились молчать. Ну так вот же вам. О да. Молчание. Мы привыкли к молчанию со дней, проведенных в утробе. Так слабеет число. День за днем сокращаясь на дроби. Мы росли, заражаясь от вызревшей в обществе гнины. Хоронили мечты. И себя возле них хоронили. Хоронили любовь. Приспособившись жить без печали. Хоронили себя все. И молчали. И молчали. И молчали. Мы молчали. Так гаснут прямые дошедшие до точки. Мы молчали, как два грозовых, гробовых одиночки. Словно кто-то с небес. Нас презрительно вымерил бровью. Мы молчали, как мы этого и так замолкают над гробья. И царит тишина, словно здесь происходит венчание. А с собой сковало, накрыло, зарыло молчание. И колеблются тени, молчащие там, на обоях. Мы молчим друг над другом. И каждый молчит над собой. Словно красный цветок. Все слова в нашей комнате были. Страшно ли мы видят то, как молчают друг над другом. Живые. Ну и у меня довольно серьезные обычные стихи. Но иногда хочется чего-то веселого, как-то пошутить. Поэтому мое третье стихотворение будет, пожалуй, повеселее. Есть сердца, что стали домом. Из фанеры, из соломы. Всех друзей туда поселишь. Но им тесто будет там. Есть сердца, что как отель. Их отстроили, сумели. Уместить туда веселье, жоп, друзей и детский гам. Ты бумажный, ты неважный. Домик мой одноэтажный. Жить в таком дому отважно, одиноко и темно. Ведь огнем не обогреешь, не осветишь, не развеешь тьмы. И дует ветер страшный сквозь бумажное окно. Жить в бумаге непривычно. Ни свечи нельзя, ни спички. Даже лампочки обычные не повесишь в этот дом. Домик требует замены. В нем исписанные стены выдают меня с поличным, с растаможенным, нутром. Ты хранил мои секреты. Домик где-то нынче, где ты. Я не ведаю, откуда взялся ветер перемены. Ветер дует, стены сносит. Рукопись сгорает в осень. И ни домика, ни чудо, что уйтилось в ляму стенку. Был и нету. Все виндеты, все секреты и запреты Превратились в треск поленья, в сладкий пепел, редкий дым. Автор вышел, был и нету. Дом стал сам костром и светом. Он, как дедушка наш Ленин, будет вечно молодым. Спасибо. Приглашаем следующего участника, Иванкову Алену, на сцену. Аплодируйте. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Иван Кувалюнов. Я писатель из Евпатории. И пишу я про Крыму, потому что я живу в Крыму. И вот это моя повесть «Мечтайка. Покорительница легенд». Вообще преимущественно я пишу прозу. Но в этой повести папа моей главной героини, Варе, Мечтайке, он поэт. Поэтому тут есть его несколько таких шуточных стихотворений. Мама, она таксист, а папа поэт. И мама, она строга. И поэтому папа часто тушит ее строгость добрыми шутками. Сейчас я вам зачитаю немножко про Варю. А потом папа на стихотворении коротень. Баря читала сказки. Глава называется «Все в твоих зубах». Баря читала сказки, рассказы и повести с залпом. Будто пила речневый компот. Наслаждаясь тислинки после вкусов. Но больше всего она любила легенды. В комнате у нее ездили из книжной полки, заставленные сборниками прокрытых. Потому что именно на этом полуострове в форме сердца она и жила. В солнечном городе Евпатории. По преданию, первым занял эти земли рукастый великан Геракл. Да, имечка, конечно, у него интересная. Варя на однокласснике часто подшучивали Гера Какл. И не только над ним. Вношения у Варя с одноклассниками не складывались и не умножались. То ли потому, что они плохо считать умели, то ли потому, что жизнь – это не математический пример. Одноклассникам расстражала ее полнота. Они называли ее вареник. Сопуглые щетки, как тесто, красную родинку, солнышко под глазом, начинка, пшеничные волосы, сметана. Но особенно ребята насмехались над ее смехами в литературе. Варя, как и папа, любит литературу. И в полисти она учится отвечать одноклассникам на всякие выпадки, добрые шутки. Чему помогают и папа, и ее встречи с существами из разных легенд. Сейчас я вам прочитаю коротенькую легенду про место, которое называется «Храм Солнца». Давным-давно, когда люди ездили только на лошадях, веривали они в силу камней и видели во всем знаки. Брел однажды пастух за своими козами и забрался высоко-высоко к подножию скалы. Пересохло в горле у него, а вода во фляжке закончилась. Облокотился он на холодный камень и подумал, хорошо бы сейчас свежей водицы испить, хлынул дождь. Напился пастух и побежал за козами, что уже по горной вершине гуляли. Поднялся, посмотрел вдаль, а тут камень, на который он облокачивался, как солнце засветился, а у коз выросли крылья чаек, ведь они искренне любили высоту. С тех пор каменное урочище и прозвали «Храм Солнца». Поговаривают, он и до сих пор исполняет желание. И Варя в «Храме Солнца» загадала желание подружиться с одноклассниками. Дальше она встречалась с существами, и училась быть более уверенной. Сейчас Папина стихотворение вам прочитаю. «И не кричи, ты не кричи, пусть волосы, как змеи, вьются, желай, мечтай и хохочи, все тайны пред опытом сдаются». Эта Папина начала слышать крик медуз-горгон, которым в следующей главе она поможет разгадать загадки. «Галя, Галенька, Галюша, я море, и ты меня слушай, обкачу углы твои из камня, да сошушишь ты берегами». Мама там как-то зверствовала, а папа решил погасить пожар эмоционально. Тут снова мама выступает, а папа ей отвечает, «Галя, зачем ты грубо? в трубочку свернулись губы, неси добро и свет, можешь еще приготовить обед?» И в конце Варя с родителями подбирают кошечку, и папа сочиняет стихи. «Варя, ну так, Варина просьба послыхала, к нам пожить и прибежала, будет в тапочках твоих мурчать и колыбельные мягчать». Все, спасибо большое. Ну а теперь, когда микрофон починили, он больше не падает. Майорова Инга, встречайте. Здравствуйте, меня зовут Инга, я из Самары. Я музыкант, закончила консерваторию, но работала и как музыкант, и как литературный деятель, и меня музыка не отпускала. Поэтому я на вот эти резиденции я попала как драматург, я пишу детские сказки на музыкальные произведения. У многих композиторов есть циклы музыкальные. Например, у Роберта Шумана 10 пьес, они называются «Детские сцены». Он описывает там девочку, ее день. И я вот на эти пьесы пишу сказки. Но сейчас, конечно, вот сказки читать как бы на поэтическом вечере не к месту, поэтому я решила вам рассказать такую историю. Полюбила я литературу и в том числе поэзию в 14 лет. Ну, может быть, и пораньше там. Раньше, конечно, Пушкин, все мы знаем, и Чуковский, и Корнии, и так далее, вся детская поэзия. Но я за поем читала журнал «Иностранная литература». Вы, наверное, помните такой журнал. И вот в 70-е годы он печатал стихи зарубежных поэтов. И в том числе мне попал в руки номер, где печатались стихи поэтов Африки. Ангола, там, Мозамбик. Представляете, вот такие. И одно стихотворение мне так запало в душу, что оно буквально перевернуло мое отношение к поэзии. Я вдруг поняла и почувствовала, что это такое поэзия. Это стихотворение я хотела бы сейчас прочитать, если я, конечно, не собьюсь от волнения. Единственное, что я хочу вам сказать. Я не помню, представляете, ни имени автора, ни имени переводчика. А мне кажется, что если это перевод с какого-нибудь там африканского языка, то вся заслуга, красоты этого стихотворения именно в работе переводчика. Поэтому сейчас вот я попробую его вспомнить и прочитать. Называется оно «Колыбельное». Покинув край угаснувших небес, Корабль сердца бросит якоря. Дом-гавань, если плохо все окрест, Путь жизни ясен, он идет не зря. Путь жизни ясен, он идет не зря. Утихли грозы, дождь прошел, Заря, баюкаю тебя, Усни, любовь моя. Покинув край угаснувших небес, Корабль сердца бросит якоря. Это я второй раз начала читать. Прошу прощения. Так, вторая, вторая строфа. Ой, как жалко. Ну ладно, простите меня, пожалуйста. Спасибо вам за внимание. Я очень надеюсь, что ваша любовь к стихам так же сильна и замечательна, как и наша. Всего вам доброго. Ну ничего, бывает по-разному. А теперь вишневецкая Ксения. Аплодисменты, пожалуйста. Раз-раз. Здравствуйте, дорогие. Очень рады мы видеть вас. Приехали сегодня в Оренбург на экскурсию, покорены вашим городом, вашими теплыми сердцами, вашими очаровательными улыбками. Меня зовут Ксения Вишневецкая. Я приехала из города Токанрога. Он находится в Ростовской области. Основал его Петр Первый. И приехала я сюда в литературную резиденцию благодаря замечательному детскому журналу. Вот я показываю его. Вы, наверное, все его помните. Потому что многие поколения выросли на этом журнале. Вы узнали его? Это журнал «Мурзилка». Представляете, он даже старше Елизаветы Второй, а ей 96 лет. Значит, нашему «Мурзилке» уже 98, и через два года он отметит свое столетие. Я была впервые в 2019 году. Мое стихотворение было напечатано в этом журнале. И благодаря тому, что они продолжают принимать мои произведения и печатают их, меня пригласили в литературную резиденцию. И сегодня я счастлива прочитать вам несколько стихотворений. Вот самое первое, с чего все началось. Называется оно «Портфель». Кому-то лето-праздник, а мне наоборот. Никто меня на улицу с собой не берет. Я похудел, осунулся, остался неудел. Мною не интересуются, хозяин охладел. Я роликом завидую, мечу, велосипеду. Они смеются надо мной и празднуют победу. А я лежу ненужный, забытый и пустой. Эх, мне бы лето пережить, период непростой. Спасибо большое. А еще я знаю, что ребята очень любят делать самолетики. И нас тоже пригласили делать самолетики. Вот какое стихотворение у меня есть про самолетик. Летит самолетик среди облаков, Тут лебедь навстречу. А ты кто таков? В полосочку крылья и звезды на них. Я раньше не видел расцветок таких. Не птица я вовсе, Тетрадный листок. А стать самолетом мне Витя помог. Сложил и раскрасил, И ввысь запустил. Тут ветер веселый меня подхватил. Увидел я город с большой высоты. В нем множество улиц. Есть парки, мосты, Потоки машин и потоки людей. А ветер крепчал, Становился сильней. Теперь я над морем огромным лечу. Но кажется мне, Что домой я хочу. Был лебедь понятлив, Помог малышу. Из виденных слов я вам Это пишу. Ну и так как сейчас лето, Хочу закончить свое выступление Стихотворением именно об этом Замечательном времени года. Лето. Лето стучит по асфальту мечом, Прыгает в теплые лужи. Лето гуляет весь день по дворе, Не дозовешься на ужин. Лето мороженым нас угостит, Вкусным коктейлем молочным, А напоследок арбузом еще, Сахарным, сладким и сочным. Вместе мы песни споем у костра, И посидим до рассвета. Ты через год приходи к нам взять, Наше любимое лето. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим. А теперь поприветствуем Валерию Макарову. Добрый вечер. Меня зовут Лера Макарова. Я писатель и сценарист. Как вы понимаете, стихотворение я не пишу пока что, Поэтому сегодня, во время нашего творческого стихотворного вечера, Я хочу прочитать стихотворение молодого поэта Алексея Петрова. Это стихотворение напоминает мне О той атмосфере, которая вот здесь, в Оренбуржии. Мне кажется, что оно чем-то вот созвучно В здешним краям. Называется оно «Голос». Я верю в мир, рожденный из метели, Из протяженных в память голосов. Грудные всполохи вам в тьме немели И закрывали вечность на засов. Сходились в угол Ледяные стены, Гусиный клин с прозрачной глубиной, И выходили к краю Ой-кумены, Бесплотным южным очертанью Я слышу конный троекратный топот, Я вижу солнца первые лучи, И снега тающего шепот, И предостережение молчи. Я слышу свой неосторожный голос В казахском поле, В душной конопле, От ледника ледышка откололась, И сладко тает в голубом тепле. Спасибо большое. И последний участник литературной резиденции Уксаинов Айдар. Встречайте. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Айдар Кусаинов. Я из Уфы, из солнечной Башкирии. И я сегодня вам почитаю, наверное, Необычные вещи, да? Вряд ли вы их слышали. А если слышали, то только на родном языке. Я почитаю вам немножко переводов Башкирских народных песен на русский язык. Башкирские народные песни, Они идут из глубины веков. И, конечно, вы все прекрасно знаете, Кто знает, что такое народная песня. Народная песня вызывает в душе Самые прекрасные эмоции. И, конечно, слушаешь их, плачешь, Вспоминаешь свою жизнь. И жизнь своих друзей. И вот я вам немножечко почитаю. Песня называется «Семь девушек». Я перевел их. Петь их нельзя, Потому что песню перевести невозможно. Но я постарался перевести смысл, Для того, чтобы люди, которые это слушают, Могли бы понять, О чем поется в этой песне. «Семь девушек». Покидал, когда отчизну, Оставались и семь дев, Ждать любимого, дождаться, Дали слово все семь дев. Эх, семь девушек, семь дев, Я вернулся, а их нет. Честь хранили, утопились, Упрекнуть их слова нет. В круглом озере, где утки, Пил я воду много дней, От него теперь мне жутко, Там семь девушек на дне. Черный камень в черной чаще, То напоминание мне, Не свершу, покуда мщения, Не сойти могилу мне. Спасибо. Песня называется «Свадебные причитания». То, что в белую ткань завернул, Разве было всего сердоликом? Ты отдал меня, как сердолик, Словно лишнее, батюшка милый. Так и шубу из меха мою Пусть же мама моя надевает, Днями целыми носит ее, По дочурке тоскует, рыдает. В родном доме отца моего На досочке сидела поодаль, Пожалел же ты досочку ту, И в края чужедальние продал. Вдоль сакмары, ай, желтый тальник, Срежь верхушки и брось в воду их прямо, Тот жених, он совсем не жених, Ты приди и спаси меня, мама. Спасибо. Ну и хочу вам немножечко Такие... Жених называется, шуточная песня. Конь-то есть, да нет узды, Есть задор, да нет любви, Все имею, не секрет, Только вот любимый нет. Вдоль сакмарой так красиво Зеленеют тополя, На любимый не женился, Не мила тебе земля. Птицы быстрые, лесные, А в горах гнездовья нет. Хай, мое большое счастье, Не вмещается во мне. И такая шуточная песня, Значит, караташ, Это называется обильная черемуха, Караташ это гора. Эй, караташ, караташ мой, Дай богатство мне вкусить, Попадется волк в капкан мой, Я скажу тебе спасибо. Караташ на ерендыке, Там у волка логово, На тропе капкан поставил, Тот будет здорово, На горе капкан поставил, Чтобы, значит, волка взять, И посватался я к сватье, Чтобы, значит, замуж взять, На горе капкан поставил, Чтобы волк попался цел, А пока капкан я ставил, Волк мою кобылу съел. Много нынче черемухи, Собирать я погожу, Захотел я тут жениться, И без кошеки хожу. Спасибо. Еще я пишу вот такие афоризмы, Называются они Афоризмы про уфимца. Уфимец это город, Уфа это город, Уфимец это житель города Уфы, Я думаю, вы там бывали, И, может быть, видели людей. И вот немножечко про уфимца. Если уфимец не прав, То он прав в душе. Апелляцию к разуму, Логике и закону, Уфимец воспринимает, Как занудство. Видя поэта, Уфимец говорит, Я тоже стихи пишу. Уфимцу летом холодно, Пардон, Уфимцу зимой холодно, Летом жарко, Весной грязно, Осенью дождливо, И пасмурно. Уфимец или обижается, Или обижает. Всегда виноват тот, Кого уфимец не боится. Национальная одежда уфимца, Полицейская форма. АПЛОДИСМЕНТЫ О чем бы вы не спорили, Уфимец будет апеллировать к начальству. Уфимец ничего не боится, Просто на всякий случай опасается. Чтобы уфимец на вас рассердился, Ничего специально делать не надо. С годами уфимец становится не опытным, А уставшим. Уфимец полагает, Что история его города Начинается с момента Его появления на свет. Уфимец в восторге от себя самого И от того, что он делает. Уфимец имеет две квартиры. В одной он живет сам, А в другой годами никто не живет. Уфимец считает, Что пенсия – это доплата за уважение. Если вы не виделись с уфимцем Несколько лет, Первое, что он начинает делать при встрече – Жаловаться. Уфимец становится патриотом родного города, Когда уезжает из него. Все, что делают другие, Уфимец объясняет завистью. Уфимец начинает думать, Что так можно. Уфимец считает, Что разница между плохим человеком И хорошим человеком Называется пиар. Уфимец забывает имя начальства На следующий день после его увольнения. Уфимец считает, Что культура – Это министерство культуры. Любые действия начальства Вызывают восторг уфимца. Уфимец требует от людей Делать бесплатно то, За что он сам получает хорошие деньги. Для уфимца зло, Которое ему могут причинить, Важнее добра, Которое ему сделали. О потенциале Уфы Можно судить по тому, Чего добивается уфимец, Который смог убежать. Если перед уфимцем Не встают на колени, Он считает, Что над ним издеваются. Уфимец считает уфимцем Кого угодно, Только не себя. Спасибо вам большое. На этом мы закончили с гостями И начинаем с местными поэтами И писателями. И первым на сцену я хочу пригласить Павла Георгиевича Рыкова. Встречайте. Спасибо. Уважаемые друзья, Добрый вечер. Рад вас видеть. Прекрасное собрание Прекрасных людей. Я буду вам читать стихотворения, Которые опубликованы В свежем номере Из-за нашего замечательного журнала. Я надеюсь, Что вы его видели, Держали в руках. Или, по крайней мере, Тот, кто не держал, Кто не видел, Обратит на него внимание. Это наш журнал Гостиный двор, Который существует уже много-много лет. И здесь сидит Главный редактор журнала Наталья Кожевникова. Привет. А стихи Я буду читать на тему, Которая всех нас Сегодня так или иначе задевает, Волнует. О которой мы думаем, По крайней мере, Вот если говорить обо мне, То утром просыпаюсь рано. И первое, что я Делаю, Это включаю Какое-то средство массовой информации, Телевизор, Или беру телефон, Компьютер. И, А что происходит В Донбассе? Что там? Что с Украиной? Что там с нашими ребятами? Я Донбасс. Не смей твердить, Мол, это не про нас. А та беда не наша, А чужая. У русского Любой разрыв Донбасс А Орту рвет. Снаряды долетают К нам на Урал. Вот он летит, летит, В полете зверовато завывая, Разрыв, разрыв. И мой сосед убит, И над убитым Мать его рыдает. Нет, слава Богу, Мирно мы живем, Но каждый день Снарядов завывания Мы слышим так, Как будто бы живьем. Твоя слеза, Донбасс, Мое страдание. А этот пес, Что выпустил снаряд, По мирному Прицелившись Жилищу, В детей он метит, Этот щирый гад. Одну ножи Он в убийствах ищет. Я ополченец, Вот мой автомат. Шахтер, учитель, Пекарь и водитель, Рожден я русским, Потому солдат. За русский мир Страдалец и водитель. Донбасс, Донбасс, Я помню, я с тобой. Твоя судьба Сплелась с моей судьбой. Это стихотворение было написано В 20-м году. Я в силу разных причин Очень многое думал о том, Что происходит на наших глазах На Украине. И вот, Ну я не знаю, Может быть есть люди, Которые могут абстрагироваться От этой беды. А я не могу не абстрагироваться. Вот не могу сказать, А, это меня не касается. И Украина, И Украину я люблю. И все, что связано с украинской культурой, Я тоже, Тоже люблю. И вот я написал Такое стихотворение, Которое называется Вышиванка. Что такое вышиванка, Знаете? Вы как всегда забрели. Знаете, конечно, знаете. Они не только у украинцев, А и у русских тоже вышиванки есть. Вышиванка. В понедельник Катерина Встала с позаранку, Чтоб каханому в подарок Вышить вышиванку. Славно скроена сорочка, Ровной стежкой сшита. Эта нитка, Словно поле золотого жита, Будет цей узор Чудовый, милый мой, с тобою. Эта нитка, Словно небо, Нежно-голубое. Вышивает Катерина Крестики с любовью. Третья нитка, Боже, право. Засочилась кровью Из-под пальчиков катруся Узор страшный, Новый, неблокитный И нежелтый, Черный да багровый. И уж песня не поется Для тебя, каханной, Не узор для вышиванки. Червоная рана Над сорочкой Рыдает в голос Катерина, Кровью, кровью Вышивает с себя Украина, Чтобы выбелить сорочку Воды треба моря, Нить кровавая струится В гибельном узоре. Из названия Не поигрывая словами И вроде бы не помышляя Об этом, но Злыть не ликуют, Коли славяне Друг на друга идут стеной, Дрекольем ли, Автоматной ли строчкой, Как угодно, лишь бы Бить до кровищи, Экая невидель Варфоломеевская ночка, Тут в Киеве Наикромешнейшее Кровище, Визги, Аплодисменты Со всех сторон, Визги, Рекой, Как же И распотех, Потеха, И музыкой сладчайшей, Голокольный звон, Набатный, Так или это не повод Для смеха? Господи, Господи, Уже ли смерть Кони половецкие Тренькают уделами? Ярославна в пути вне Жаждет взлететь, Взмахнувшей Бибрянами рукавами. И вот еще одно Стихотворение. Только так называется. Нет, это не забава И не прихоть, Нет, не игра в войну, Сама война, И снова В сводках Сумы, Харьков, Припять, И снова Крою сводок Речь полна, Как в те годы, Когда с сибирской силой По Украине Гнали вражью рать Фашистскую, Что с запада Катива И норовила Русь в баллон забрать, Так и сейчас, Лишь так и не иначе, Поганая Нацистская кубло Бить надо, Ясно обозначив, Что по-иному Не избудем зло. Пусть верещат Артисточки Кокетки И заметалось В ужасе Варье На нас с небес Глядят С надеждой Предки И шлют Благословение Своё. И вот Последнее Стихотворение, которое я прочту Из этой подборки Что хочется русским? Что хочется русским? Попробуй понять, Чтоб гром в небесах Мог один громыхать, Чтоб было не слышно Солдатских шагов, Чтоб в поле Не танки пасли, А коров, Чтоб хлебом запахло, Когда испечён, Из жара печного Женой извлечён. И дети, Усевшись редком За столом, Отведали хлеба, Запив молоком, Хрущи загудели В вишнёвом саду, И Бог по молитве Отривал беду, Чтоб мак, Расцветая, В степи Залел, Чтоб мир Наступил На славянской земле. Спасибо. А мы приглашаем на сцену Марию Энскую. Встречайте. Спасибо. Спасибо. Бог садится на влажный стул И устало глядит на воду. Барабанит дождь Беспробудно Вторую неделю к ряду. Затопило сады и мельницы. Непогода, боль в коленях Не только старческая награда. И вот вроде Бог, Но ни дождь, Ни коленный приступ, Ни под силу убрать. Бог глядит в отражение лужи. Был когда-то мир Безупречный, Цветущий, Чистый. А теперь никто Никому задарма не нужен. Никакую боль Не сравнить с мировой утратой. Уничтожили, что могли И переиграли. Пусть живут себе сами, Пусть прав будут Хук И Сартр. И ушел заниматься Коленями И садами. Спасибо. Я говорю с тобою, Желаю спокойной ночи, Когда за окном темно И мелко стучится дождь. Я шлю к тебе в Петербург Своих темноглазых гонщих. От чуткого нюха их Ты в принципе не уйдешь. Ко всем ремешкам на шее Привязаны будут письма, Которые не дошли сквозь скандалы Ушедших дней. Читай их, когда поймешь, Что от прошлого независим. Огонщик моих поглоти В квартире своей пригрей. Пускай отдохнут с дороги, Хоть чем-нибудь покорми их. А утром они с восходом Отправятся в дальний путь, Потом вспоминают почаще Создание уставших, милых, Которые не давали Шуршанием своего уснуть. Оближут лицо и руки И слаем навстречу ветру. Они побегут по крышам, По тихим пустым дворам. Я встану на старой вышке В каких-то полсотни метрах. Увижу, как ты с друзьями Расходишься по домам. И день ото дня я буду Тебя наблюдать с восходом, Как ты копошишься в сумке, Пытаясь найти ключи, Как прячешься от морского, Холодного, злого ветра, Как письма читаешь, куришь И долго потом молчишь. Однажды дождливым утром К тебе подойдет собака И будет скулить нещадно У выхода на лесной. И пусть тебе станет тошно, Тоскливо, безумно жалко, Да так, что дворнягу эту Захочешь забрать домой. Бери, ты не пожалеешь, О многом она не просит Кусочки ржаного хлеба, Ковер или старый плед. Пока ты устала куришь, Я буду смотреть на осень И радоваться, что все же Смогла сохранить секрет. Спасибо. Я бы хотел умирать, Сидя на влажном холме Терраформированной планеты И понимать, что нам, И ей, и тебе, и мне С избытком достанет здесь Земли, тишины и света. Мы во вселенной создали Собственный аванпост И движемся сквозь пучину Времени и пространства. Нас больше не потревожат Виндетта и Холокост, Работа за 20 тысяч, Кредит и чужое пьянство. Мы сможем продлить наш век, Увидеть другой маршрут, Слетать до Кассиопеи, Устроить пикник на Лире. Я слышу голос, Звезды меня прилететь зовут. Я рад был бы жить В таком счастливом, Далеком мире. Спасибо. Александр Исимовский. Без лишних промедлений. Здравствуйте. Волнуюсь. Прошло четыре статворения Лирических и не очень. Я сегодня Любовался небом. Небо было чистым, Как слеза. Над закмарой Распушилась верба, А еще вчера Была гроза. Снег растаял, Не прошло недели, Стала полноводной река. Чищи стаи с юга Полетели в небе, Заменяя облака. Ветерок степной Над Оренбургом Песню о весне Мне напевал. В такт ему В речном потоке бурном Вдоль Беловки Танцевал Урал. Я сегодня Любовался небом. Взором обнимая небеса, А над речкою Шептала верба, Пусть проходит стороной Гроза. Спасибо. Стихотворение Одной сюжет. Эх, Россеюшка моя, Эх, Россеюшка моя, Ты словно пьяная, Эх, судьбинушка твоя, Да окаянная, Мы с тобой под логоток Идем по времени, То полет твой так высок, А то коленями На земле оставишь след, Бразды да полосы, То кричишь на белый свет, А то без голоса. Эх, Россеюшка моя, Да беспризорная, А где ж запрятана твоя Труба дозорная, Отличаясь, чтоб ты могла Добро от нечисти, Чтобы ты всегда была В чину, да в почести. Эх, Россеюшка моя, Да ненаглядная, Навсегда с тобою я Моя отрадная. Спасибо. Стихотворение, Которое, наверное, Знакомо, не знакомо, А чувство, Знакомо каждому. Школьное фото. На фотографии Первый звонок, Где мы, первоклассники С цветами, Наш ожидает наш первый урок, Открывающий двери В мир знаний. Только вчера Провожал нас детсад, Сегодня мы стали взрослее. Школа, линейка, Целый парад Идет в нашу честь На аллее. Первый учитель Словно восход, Что мир пробуждает лучами, Школьной поры Осветив небосвод, Солнцем восходит над нами Первые буквы, Слоги, слова, Первые цифры, Примеры, Первый учитель Впервые подал Уроки хорошей манеры. Школьные годы И в былое ушли, Другая настала забота, Наши детишки В школу пошли, А мы Смотрим Школьные Фото. Ну и завершу Сихотворением Август По мотивам Произведения Рэя Бреберя Вольный перевод Поэтический Август Пить надо Медленно, Как фруктовый ликер, Наслаждаться Размеренно Каждой каплей, Свой взор Сквозь Крустальную рюмочку Устремив В небеса И ловить Солнце лучики, Позабыв О часах Разбавлять Ночи Августа Огоньками Свечей Терпким Шепотом Бахуса Томным Взором Очей С трекотанием Кузнечиков Щебетанием Синиц Дни Закладывать В ленточкой Между книжных Страниц Чтоб Ноябрьским Вечером Эту книгу Открыть Летней Жаркой Беспечности В холода Ощутить Я прошу Вас Опомнитесь Не кричите О том Что мол Лето Закончилось Наслаждайтесь Тепло Пейте Август По капелькам Тут Не нужно Спешить Чтобы Август Был Праздником Август Надо Любить Спасибо А следующим номером Елена Кубаевская Встречайте Август Так август Август Прощание Встречайте Встречайте Лето промчалось так быстро, шумным цветастым угаром. Вот уже рдяные кисти заполыхали пожаром, Вновь тополям и спалинам ветры макушки морочат. Щедрые кисти рябины злые морозы пророчат. Капля за каплею август, медом елеем исходит, Дынно-арбузную сладость духом полынном разводит. Вне расставания с летом, как обойтись без грусти, Грусти пронизаны светом, что до весны не отпустит. Вот я хочу про лето, и не про что больше, про лето. У реки что-то шепчет осока, навевая полуденный сон. Все вокруг задремало до срока. Плеск воды, пенье птиц, шелест крон. Речка узкую ленточкой бьется, Меж заросших травой берегов. То за рыжим холмом оборвется, То внезапно появится вновь. А поодаль степная тропинка Зазывает в заветную даль, Где трепещет под ветром осинка И ковыль растилает вуаль. Там, где сходятся две ипостаси, Презирая дремотный покой, Вольный ветер, исполненный страсти И бесстрастный простор голубой. Стихотворение про варенье Нет ни спасения, ни терпения Все выходные напролет Кручу, верчу, варю варенье День летний знамо кормит год Кружусь, как белка заводная Помыть, засыпать, помешать Дела без отдыха и края Мешают мне стихи писать Но в пенном кружеве варенье Мои стихи со мной кружат Истрофы из стихотворенья Вбирают лето аромат. Луч по оконному откосу Стремится сумрак расколоть Из золотица абрикосов Медвяно-солнечная плоть. Румянцем разгорелись щеки, Зажглись малиновым огнем, Когда над сливой волоокой Слагала я стихи о нем Вишневый привкус поцелуя Проказник ветер с губ сорвал Пою июлю, аллилуйя За щедрый ягодный аврал Ну и последнее Дуры Вот так вот, дуры И откуда берутся дуры? Знать обычай у них таков, Но умея лишь одни амуры Облюбляются так в козлов. Зла любовь и недаром мудрость Упреждает, да все не впрок. Когда дура с козлом схлестнулась, Разве есть для нее пророк? Сердце верит, другие дуры Не сумели его понять, Не оценить утонченной натуры И единственной музой стать. Я такой же была наивной Столько юных весенних лет, Откликаясь на взов призывный, Приносящий так много бед. Я бросалась в манящий омут Неизведанных, грешных чувств. Я платила за собственный опыт Слишком дорого, ну и пусть. Юность стихла, спокойно заводь, Только я не могу уснуть. Что ж никто не стремится ранить Мою полную опыта грудь? А продолжит наш концерт Александр Архипов. Встречайте! Незаметно наша жизнь проходит Старый двор, другие времена Только ветер с пылью хороводит Карагач проняет семена Опустела дряхлая скамейка Не играет в мяч и крепятня Лишь котят веселая семейка Возится у старого плетня Смолки самодельные качели Не взмытвают ввысь под небеса Голоса соседок отзвенели Потускнело ставим бирюза У крыльца дрова густая всходит Распустил листву татарский клен Отчего же дом тоску наводит Вот-то знает, будет он снесен Вы о прошлом память берегите Вспоминайте близких и родных И старинный город сохраните Чтобы не забыли вас сами Завтра еду в Коктебель Буду солнцем наслаждаться Пить малиновый коктейль В золотом песке купаться Я спешу развеселиться Вы посмейтесь надо мной Возраст не запрет резвиться Будто вовсе молодой Сон болошинских пейзажей Терпких вин пикантный вкус Эротичность южных пляжей В жерелье водных бус Брошусь степи кочевые Край ковыльный, полевой Манят ветры штормовые Черноморской синевой Впечатления мчат голову Все здесь есть И свет, и грусть Я бреду по скифским тропам А вокруг все та же Русь Соловей поет солистом В травах скачут скрипачи Рядом с полем колосистым Приходят важные грачи Над рекой орел кружится Под горой ручей звенит Ветер с посвистом резвится В жизни музыка звучит С те холмы до перелески А вдали в разрыве туч Вдруг пробился яркий, дерзкий Как надежда чистый луч Спасибо за внимание Диана Кан, приветствуем Я вас особо стихами мучить не буду Так что успокойтесь Прочитаю Но приведу викторию Но я сегодня вроде Деда Мороза Журналы можно будет получить За правильные ответы Вот А вручать журналы Гостиный двор Будет главный редактор Наталья Юрьевна Кожевникова Но сначала Я хочу сразу предупредить Что я его написала До того Как Мисс Россия стала Оренбургская девушка Поэтому Так сказать Не знала еще Было-сплыло Шатковалка Что не сокол Пустельга Что не речка То каргалка Что не девка То карга Что не век Метель да стужа Край непуганных невест Оренбуржья, Оренбуржья На десятки верст окрест Здесь казачья хата с краю Да и та Давно ничья Край На что тебе такая Пересмешница, как я Есть вопросы без ответов Без вопросов Есть ответ Ты помог мне стать поэтом Хоть ни разу не поэт Не взыщи мой край Каргою стать старалась Не смогла Знать любви твоей Не стою Остальное Бла-бла-бла Да и ты Хотя и сокол Однозначно Не сапсан Чтобы мучиться Высокой страстью Подианикан Заходясь в метельном плаче Зацелованный тоской Край Живущий на удачу Ну на кой ты мне Такой Еще раз повторяю Написано до того Как Анна Леникова Стала мисс Россия Так что у нас не корги У нас теперь первые красавицы Во всяком случае Этот год Ну и Сейчас мы приступим К очень приятной части К викторине Можно будет получить Из главного редактора Журнала Журнал У нас всего три вопроса У меня Слушаем внимательно Первый За что в сказке О рыбаке и рыбке Была наказана старуха А. За лень Б. За вранье В. За жадность Г. За плохое ведение Домашнего хозяйства Жадность Вот Наталья Юрьевна Вот Выходите Вас как зовут? У нас журнал Отправляется К Татьяне Симоновой Второй вопрос У кого из пушкинских героев Был волшебный петушок? А. У царя Салтана Б. У князя Гведона В. У царя Додона Г. У королевича Елисея Додона Додона Вот Так Сзади вас Наталья Юрьевна Вас как зовут? Владимир 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 Владимиру Отправляется журнал И третий Последний вопрос Что делает Пушкинский кот Ученый Когда идет Внимание Идет Направо Не налево А. Песнь заводит Б. С лешем бродит В. Сказку говорит Г. На ветвях сидит Направо петь заводит В красном платье девушка Журнал Вручает Вручает Главный редактор Наталья Кожевников Вас как зовут? Анастасия Поздравляем Все Спасибо У меня все Одиночество на полу Как очерченный мелом круг Как защита от злобных ведьм Только я не из божьих слуг Всепрощения не несу Я здесь заперт Как в клетке медведь Я здесь заперт За крик и смех За попытки любить их всех За высокий полет на его Я здесь заперт За то, что пел Я здесь заперт За то, что смел И теперь не пою А реву В моем реве Услышит друг Одиночество Белый звук И тоски Ледяные своды Но головой Замыкая круг Под когтей Жестяной перестук Я совсем не хочу свободы Пусть на волю идет медведь Пусть звенит его шерсть и медь Я пошире расставив ноги Остаюсь здесь, чтоб досмотреть Доиграть До молчать Умереть Так же Как умирают Боги Спасибо На этом у нас все Вы замечательная публика Приходите еще До свидания А у меня еще вопрос Так Кто называл Казак Луганский? Дай, дай Капона, подойдите Владимир Дай Владимир Дай А почему Казак Луганский? Потому что он родом В Луганске И сейчас идут Боевые действия Вот совершенно верно Вот открыт Совершенно верно А кто скажет адрес Дома, где Владимир Дай Жил со своей мамой И семьей В годы, когда он Был в Оренбурге Нет, не советская У нас есть дом Владимира Даля Реставрировали мы там Савни И мечтаем, что будет Музей Владимира Даля И даже нашли Мецената Который бы выкупил Этот дом Но на баланс Город не берет Так что Никто не знает адрес Предположите Где жил Владимир Дай Нет, не Чечерина Ну, все улицы Так не перечисляют Кто действительно знает Не знаете? Нет, не Володарского Так, близко Близко кто крикнул Пушкинская А номер дома не помните? Нет Ну ладно Пушкинская Это уже близко 42 Посмотрите На дом Там ставник Который помнит Владимира Даля И сирень во дворе Который помнит Владимира Даля И летник Хозяйка сохраняет Вот так А на следующей неделе Концертную программу Представят творческие коллективы Беляевского района Приходите Подписывайтесь Спасибо Спасибо.